К сожалению, предстоящий шестой сезон Игры Престолов мы с вами не увидим до конца апреля. Если раньше HBO рассылала эпизоды нового сезона критикам и журналистам, чтобы те оценили и благополучно послевали в сеть, то сейчас президент HBO Майкл Ломбардо подтвердил принятое решение в интервью изданию Entertainment Weekly, в частности, сказав, «В этом году мы не будем посылать копии прессе ни в одну страну мира». Блин, а я так заждался нового сезона! Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня на волне инфоповода расскажу, что там Ди Каприо учудил, кто отхватил золотые малинки и что там с Бэтмена против Супермена. Погнали! Устал я уже немного от Лео за последний месяц, хоть и люблю его. В общем, Ди Каприо после завершения Оскаровской вечеринки вышел из ресторана и быстренько в сопровождении охраны сел в поджидавший его автомобиль. Затем кто-то передал актеру бутылку вина, и уже перед самым отъездом к машине подошел один из сотрудников ресторана с Оскаром в руках и попытался вручить его Лео. Но Ди по какой-то причине распорядился отдать статуэтку впереди сидящему мужику. В общем, учитывая ту речь, которую толкнул Лео на церемонии вручения премии, что награду он не будет воспринимать как что-то сверхъестественное, ему, как я и говорил и до сих пор считаю, вообще пофигу на статуэтку, настолько он крутой. С другой стороны, может он просто лишнего пафоса напускает в общественность, чтобы все так же, как и я сейчас это пообсуждали. Короче, Лео хитрый засранец. Сама же прошедшая 88-я церемония Оскар, даже несмотря на хайп вокруг Ди Каприо и его Оскара, и на то, что вел церемонию классный комик Крис Рок, потеряла популярность. Ее рейтинг оказался самым минимальным за последние 8 лет. И все из-за расового скандала, который произошел накануне. Правда, на общем положении церемонии Оскар это никак не сказалось. Это по-прежнему самое популярное неспортивное телевизионное шоу в США. Вторая новость о Золотой Малине, которую почему-то все пропустили. Для тех, кто не знает, уже в 36-й раз за день до объявления лауреатов премии Оскар вручались награды за самые сомнительные и убогие достижения в кинематографе. Сразу две картины были удостоены пластиковых фигурок Малины. В номинации «Худший фильм» победили «Фантастическая четверка» и «50 оттенков серого», что неудивительно. Причем 50 оттенкам удалось выиграть в общей сложности аж 5 номинаций. «Худший фильм», «Худший экранный ансамбль», «Худший сценарий» и «Худший актер» и «Актриса». На втором месте по количеству малин идет «Фантастическая четверка» с тремя премиями. А еще одна премия, с одной стороны, меня огорчила, а с другой, она была справедлива. Звезда моего любимого комедийного сериала «Теории Большого Взрыва» Кейли Коко тоже получила малину, как худшая актриса второго плана. Причем за озвучку в фильме «Элвин и Бурундуки». Но она и вправду стала лениться много, и в «Теории Большого Взрыва» это тоже чувствоваться стало. Правда, есть и положительная новость. В этой премии есть награда за восстановление репутации. Ее, кстати, получил чемпион по количеству золотых малин Сильвестер Сталлоне. У Сталлона, кстати, 9 золотых малин и 19 номинаций на нее, а также он признан худшим актером века в 2000 году. Но в этом году Слай получил реабилитационную награду, а также золотой глобус и номинацию на Оскар. Ну и напоследок еще одна новость из мира супергеройских комиксов. Фильм «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости должен появиться в прокате уже в марте этого года. Но буквально за месяц до старта прозвенел тревожный звоночек для студии Warner Bros. Согласно информации, которую распространило издание HitFix, фильм был показан в фокус-группе и получил не самые хорошие отзывы. Многие его даже раскритиковали. В случае, если картина не оправдает ожиданий студии, это может поставить под удар запланированные сиквелы франшизы, основанные на комиксах про Лигу Справедливости. Также под вопросом может остаться дальнейшее сотрудничество с Заком Снайдером, который является режиссером фильма. А я бы не хотел, чтобы он пропадал из этих проектов. Ну что сказать, посмотрим. Хотя пафос в трейлере мне не очень понравился. Вот такие вот новости на этой неделе. Ребят, пишите в комментарии, что сами думаете по поводу этих новостей. Не забудьте оценить ролик. И еще в конце недели, в воскресенье, я устраиваю встречу в Санкт-Петербурге. Так что, если вы хотите меня увидеть, пообщаться, спросить что-нибудь, услышать от меня мои планы, то приходите. Всех жду. И до скорого. Пока. Следующий Оскар, как лучший композитор, получил Эннио Мариконе за саундтрек к омерзительной восьмерке. Старый Мэттер, наконец, получил свой заслуженный Оскар, который стал первой полновесной наградой 87-летнего композитора. В 2007 году он уже получал статуэт...